Монастырь Амарас И вот получается так, что вот монастырь Амарас, который расположен в юго-восточной части Ацаха, вот сейчас попал под уничтожение практически. Мы видим, что уже идет уничтожение святынь именно христианства. И это как раз мне даже напоминает немного вот именно ситуацию, которая случилась непосредственно с первым епископом Кавказской Албании, святым Григориусом. Когда его именно на берегу Каспийского моря в 334 году, там южнее Дербента, в 30 километрах убили язычники. И мы видим, что вот то, что совершается сегодня, это вот можно именно сделать сравнение с убийством вот этим вот кощустом, когда живого человека, значит, привязали к лошадям и возили по камням, валунам, которые находятся на берегу Каспийского моря. Вот этот один к одному, что они вот сейчас делают с исторической памятью о великом святом человеке, который как раз и был первым епископом Кавказской Албании. Во-первых, на территории Арцаха, кроме азербайджанцев, ну и их консультантов из Турции и Израиля, больше никого нет. Вот, и мы видели уже несколько видеокадров, когда азербайджанцы входили в святыни армянской церкви и надугались там и над иконами, и над гробами. Это с первого дня вторжения, с сентября 23-го года. Поэтому это азербайджанцы делают целенаправленно, как они и ранее делали. Уничтожение и погостов, где написано, кто здесь непосредственно похоронен еще тысячи лет назад. И то же самое вот с этими христианскими святынями. Потому что именно здесь уничтожение не только святого Григорица, но тут уничтожение памяти именно о первой христианской стране, которую как раз и сделал христианской в 301 году его дед Григорий Просветитель. И они сейчас вот по этой схеме как раз будут уничтожать все памятники истории культуры армянского народа на территории Арцаха. Когда понимают, что общественность поднимется против такого вандализма, когда уничтожаются именно христианские святыни, будут сваливать. Но все же прекрасно знают, что там присутствует только азербайджанская армия и их консультанты из этих двух вышеназванных вновь стран. Больше там никаких национальностей поблизости нет.